Здравствуйте! Вы смотрите программу «Место происшествия» в студии Оксана Васильева. В ближайшие минуты информация о самых громких происшествиях в регионе. Да, я слышала где-то, наверное, в районе двух часов ночи, я слышала крики. Погиб, защищая женщину. Мужчина вступился за соседку в подъезде, услышав крики. Сгорело, что как, чего, полыхал, говорит, вошел. Пять автомобилей за одну ночь сгорели в одном дворе. Колеса нету. Все. Что тут все сказали? Украли колеса. Нижегородец обнаружил свою машину, стоящую на кирпичах. Ничего не чувствовал. Чувствовала соседка Леночка. Забытый дома включенный утюг стал причиной пожара. Остался без колес. Нижегородец свою машину утром обнаружил стоящей на кирпичах. Жители двора, где произошла ночная кража, говорят, что такое происходит регулярно. Руки отрубать. Как раньше было. Украл правой рукой, правую руку отрубили. Вот и все. Утром вторника автовладельц Александр, как обычно, вышел во двор, чтобы прогреть свой автомобиль. Но увидел, что машина стоит не на колесах, а на кирпичах. Автомобилист в шоке и не понимает, почему выбрали именно его автомобиль. Утром на работу пошел. Александр сразу вызвал полицейских, которые посоветовали написать заявление. Автовладелец, правда, не верит, что кражу удастся вернуть. Но и бездействовать не собирается. А что тут делаешь? Все равно покупать надо новую резину. Думаете, не найдут? Ну, дай бог, чтобы нашли. А лучше наказали этих людей за это дело все. По словам жителям двора, кража колес здесь происходит регулярно. А этот случай и вовсе некоторые считают спецзаказом. Кто-то придает заказ, чей это был. Именно с этой машины. И знали, что у него контракт нет, ничего нет. Остается надеяться, что краденые колеса найдутся, а злоумышленники понесут свое наказание. Сергей Липатов, Алексей Соколов. Специально для места происшествия. В эту же ночь несколько других автовладельцев остались не просто без колес, а без машин. Во дворе дома по улице Сергиевской сгорели сразу пять автомобилей. Были взрывы и то, что сгорели машины. Такого ужаса девушка, которая стала очевидцем происшествия, еще не видела. Ночью, как она рассказывает, было очень страшно. Она проснулась от взрывов и ярких вспышек под окном. Очевидцы сразу позвонили спасателям. На место происшествия приехали семь единиц пожарной техники, около сорока человек личного состава, специальная техника и медицина катастроф. Увидел, что-то сгорело, что-то как, чего, полыхал, говорит, во все. Мое ощущение, что все-таки поджог, наверное. Ну что, машины-то все-таки не старые, чтобы там, допустим, какие-то замыкания были. Когда пять машин пылали, все люди еще спали. Поэтому по счастливой случайности никто не пострадал. Владелец вазовской двенашки уверен, что это был поджог. Затраты, которые понесет владелец лады, по сравнению с другими владельцами, не такие значительные. Подожгли, да никому, хулиганам, наверное, кому-то. Возможно. А ущерб большой? Ну, у меня «Жигуле» 12-й модель, 10 лет ей. Ну, наверное, тысяч, сто. Так можно было, видимо, взять. Вот и все. Сегодня в 2 часа 24 минуты поступило сообщение о пожаре возле дома номер 25 по улице Сергиевской в Нижегородском районе. К месту вызова были направлены пожарные подразделения. На момент их прибытия горели несколько автомобилей возле дома. 5 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров. В результате огнем было повреждено 5 автомобилей. Также имеется непроверенная информация от очевидцев, что одна из пяти сгоревших машин «Порш Каен», тот самый, за рулем которого «Автоледи» в субботу сбила трех человек на ступеньках торгового центра. В результате одна из пострадавших сотрудниц МВД погибла на месте. Очевидцы предполагают, что поджог мог быть совершен из-за мести. Сергей Липатов, Алексей Соколов. Специально для места происшествия. Забыли дома включенным утюг в результате пожара. Невнимательными оказались квартиросъемщики-мигранты. Они не подозревали, что в их отсутствии жилища пылает огнем. Лишь когда два этажа в подъезде оказались в дыму, соседи вызвали пожарных. Евгения Андреевна, соседка Погорельцев, уже рада, что сама осталась жива. По ее словам, если не бдительность соседки снизу, все могло закончиться куда плачевнее. Запах горя и клубы дыма жители увидели в самый последний момент. На место пожара были вызваны в срочном порядке спасатели, которые за считанные минуты справились с огнем. Я ничего не чувствовала. Чувствовала соседка Леночка, которая надо мной живет. Она пришла и сказала, что пахнет дымом. Откуда не знаю. У нас на третьем этаже и на втором. Стали нюхать, нюхать, нюхать. Стали нюхать. И унюхали вот здесь вот эту квартиру. Здесь в квартире рано-то живут. Ну а что послужило-то? А еще задумывалось бы, да. А кто-то находился в этот момент в квартире? Никого не было там в квартире. А как думаете, из-за чего такое вообще могло произойти? Вот сказали, что утюг оставили включенным. В данной квартире произошло возгорание. Причина возгорания явилась в том, что был оставлен включен утюг в электрическую сеть. То есть это нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов в быту проживающими здесь гражданами. Стоит отметить, что на момент возгорания в квартире никто не находился. По словам очевидцев, хозяева, а вернее квартиры-съемщики находились на работе. Спасателям в прямом смысле пришлось спецтехникам скрывать квартиру, чтобы попасть к очагу возгорания. Им потребовалось около 10 минут, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Жители дома уверены, если бы квартиры-съемщики были внимательнее, происшествия могли бы избежать. Когда уходишь, вы смотрите за этими бытовыми техниками и все. Сергей Липатов, Алексей Соколов. Специально для места происшествия. В доме по улице Дорогомышского произошло убийство. Житель одного из подъездов, услышав крики девушки, вышел, чтобы заступиться. Благородное дело обернулось для мужчины трагедией. Все произошло поздно ночью. Молодой человек провожал девушку домой. В подъезде, где она живет, между ними произошла ссора. На громкие крики девушки из одной из квартир вышел мужчина и попытался заступиться за соседку. Но кавалеру не понравилось вмешательство. Однако в одиночку нападать он не стал и позвал на расправу своего брата. Вдвоем они напали на заступника. От полученных травм мужчина скончался. Причина смерти. Причиной смерти оказалась закрытая черепно-мозговая травма. В ходе следствия было установлено, что данный мужчина заступился за девушку в подъезде своего дома, которую избивал ее собственный молодой человек. Впоследствии молодой человек позвонил своему брату. Брат пришел, и они решили этому молодому человеку отомстить, нанеся ему несколько ударов по голове и телу. Впоследствии от этих ударов мужчина скончался на месте происшествия. Многие жители этого дома слышали шум и крики, но выходить побоялись. Однако поспешили вызвать полицию. О трагедии узнали только, когда на место происшествия приехали полицейские. Как говорят соседи погибшего, мужчина был хорошим человеком. А с теми, кто совершил преступление, они не знакомы. Житель дома до сих пор напуган и комментировать происшедшее боятся. Да, я слышала где-то, наверное, в районе двух часов ночи, я слышала крики. Но собиралась вызвать как раз-таки полицию, но уже крики стихли, и я уже не стала ничего делать. Сама девушка в момент ссоры успела убежать к себе домой и не пострадала. Соседи предполагают, что двое братьев могли быть в неадекватном состоянии, и поэтому совершили такое преступление. Сотрудники полиции арестовали подозреваемых, однако те полностью отрицают свою вину. Но в данный момент ведется следствие и сбор доказательств по данному делу. А из-за чего это вы придаете? Может быть, даже наркомана. Кто знает? Мы вот не знаем. Я думаю, что там пили. То есть вот именно в той квартире? Нет, нет, по-видимому, на улице. Екатерина Вологина, Ирина Черкова и Алексей Соколов. Специально для места происшествия. На этом выпуск завершен. Наши корреспонденты продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте нам по телефону редакции 212-9-112. Или пишите нам на адрес электронной почты. Он указан на экране. Эфир продолжит служба новостей город Скатерина Пескуновой. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА